Братья, приветствую вас. Меня зовут Алексей из Одесского объединения. Приехал с братом Федей вместе поучаствовать здесь. У нас недавно было, буквально неделю назад, тоже такое общение в нашем объединении, пресс-фитерская конференция. И поручена была тема «Организация жизни церкви в условиях пандемии и коронавируса». С этим же рассуждением я хочу поделиться здесь для нашего совместного рассуждения, чтобы нам уроки взять, чтобы нам помолиться, чтобы, может быть, если есть какие-то рассуждения, выработать какие-то позиции, чтобы это была евангельская позиция, чтобы наше служение Богу было угодным и в этих обстоятельствах, в которых мы с вами живем. Прочитаю два текста из Нового Завета. Первый Евангелие Марка, 13 глава, 4 по 10 стих. Марка, 13 глава, 4 стиха. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Друзья, вот Иисус Христос ученикам отвечает на вопрос их, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия. Здесь сказано, все же это начало болезней. Но я хочу подчеркнуть наше внимание на то, что Христос в этом ответе, прочитанном мною, говорит дважды, смотрите за собой, наблюдайте за собой. Ученики пришли с вопросом, как это будет, когда это будет. А Он как бы их взгляд переводит из каких-то внешних обстоятельств, хотя и указывает на таковые. Он говорит дважды в этом тексте, за собой смотрите, наблюдайте за собой. Матфея, 16 глава, 18 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Друзья, второй текст, который хочу вначале как в основание взять, Иисус Христос не только предсказал ученикам о каких-то внешних факторах, событиях последнего времени. Он направил их внимание на то, чтобы они правильно видели и наблюдали за собой. Наблюдали за собой, не ударяясь в какие-то признаменования, знамения, события. Он акцентировал правильно их внимание. Но ещё очень важно, он сказал обещание, обетование, которое верно, как верно Слову Божьему. Земля и все устои, и вселенная, и всякая физика поколебелится, но Слово Божье не пройдёт. И он в этом слове сказал, «Я создал церковь, и врата ада не одолеют её». Друзья, Бог дал нам возможность жить в это время, в этих обстоятельствах. И Бог дал нам возможность быть причастниками домостроительства. Дал возможность трудиться для церкви. И здесь собранные братья, я понимаю, это представители церквей, которые совершают служение, которым Бог верил в великое. И хотелось бы, чтобы мы в нашей реальности с вами были озабочены тем, чтобы Богу быть верными. Тем, чтобы в этих обстоятельствах не впадать в крайности. Но ясный курс иметь на то, что, во-первых, Господь создал церковь. И врата ада её не одолеют. Что во всех этих обстоятельствах и переживаниях жизни нам надо быть бодрствующими, наблюдая за собой. Друзья, первый момент, который я хочу подчеркнуть в этой теме. Как мы видим происходящее? Вот как мы видим это? Это очень важно. Это исходная точка, как мы видим. Мы помним историю, когда ученики переправлялись через озеро Галилейское. И ночью Иисуса не было с ними, был шторм. И вдруг они увидели ночью идущего Христа по волнам Иисуса. Пётр скричал. И потом, когда Пётр свойственную решительность попросил пойти к Иисусу, Иисус сказал, иди. Мы знаем, что он переступил через борт этой лодки, и он пошёл. Он видел Иисуса Христа, и он шёл по волнам. Было, совершалось невозможное. Но иангелист повествует нам, что он взглянул, увидев волны, увидев бурю, всё это смятение, начал утопать. Друзья, очень важно, что мы видим. Очень важно, как мы видим. Наша точка зрения в значительной мере определяется позицией наблюдения. Откуда мы смотрим. И когда Пётр увидел волны, он начал тонуть. Почему? Был момент, когда он смотрел на Иисуса Христа, и он шёл твёрдо. И совершалось то, что быть не могло физически. Был момент в то же время, когда он оглянулся, начал смотреть на волны, и он же, Пётр, идущий только что по воде, начал тонуть. Друзья, как мы смотрим на происходящее и в контексте переживаний глобальных, и в том, что касается нас сейчас, в вопросе карантина, болезней и прочее. Как мы видим? Очень важно, это исходная позиция, как мы на это смотрим. Это имеет важное и часто решающее значение, как мы видим ситуацию. Почему? Ещё один пример. Слово Божие говорит нам о последнем времени. Как люди внешние, неверующие, если так можно сказать, реагируют на события в последнем времени. Написано, будут издыхать от ожидания страха и бедствий, ведущих на Вселенную. А что говорится о верующих, о детях Божьих, о христианах? Вы же, видя всё сие, восклонитесь, ибо приблизилось избавление ваше. Друзья, одни и те же события, одна и та же реальность, но кардинально разные позиции, разные последствия. Одни издыхают, то есть мучатся и бедствия, а другие не радуются. Почему? Они с разных позиций смотрят. Друзья, потому важно, и не случайно в Ветхом Завете дважды по Аввакуму и Захарии Бог задаёт вопрос пророкам своим, что ты видишь? Друзья, это очень важно, и я ещё раз повторю, что наша точка зрения определяется местом нашего наблюдения. С какой позиции мы смотрим на те или иные события? Как-то в 2015 году было обострение в Мариуполе, обстрелы жилых кварталов, и в это время приезжает один брат с Мариуполя к нам на собрание с семьёй. Я подхожу к нему и говорю, брат, как у вас дела в Мариуполе, что там происходит? Он говорит, что всё нормально, благодать, тишина и спокойствие. Я говорю, как благодать? Я что-то не понимаю. Или там неправду говорят, или ты что-то не то говоришь. Он говорит, да всё хорошо. У меня сосед, я в частном секторе живу, он говорит, он с ума сходит. Он буквально сходит с ума. Сейчас начнётся, сейчас будет, вот сейчас, вот-вот-вот. А я, говорит, ну абсолютно спокоен, и там же спокоен, и здесь приехал к родственникам, спокоен. Говорю, а в чём секрет? Он говорит, я новости не смотрю. Друзья, то есть точка наблюдения, она определяет реакцию. Я не призываю нас не интересоваться тем, что происходит вокруг, нет. Так или иначе, мы живём в цифровом или информационном обществе. Но жить этим и с этой точки зрения наблюдать на происходящее, это обуславливает и наше видение ситуации. Друзья, ещё второй пункт у меня, это уточнение понятия, о чём мы говорим. Ещё древние говорили, прежде чем начать говорить, надо уточнить, о чём мы говорим, что мы имеем в виду под теми или иными понятиями. У нас как-то братья в церкви решили купить мебель, по-моему, стулья. Они созвонились с фирмой, продающей эти стулья, оговорили цены, там, сторговались, и вот поехали покупать. Поехали указанный адрес, нашли улицу, нужный офис не могут найти. Обыскали всю улицу, объездили, доли поперёк, пару часов времени потратили, и уже уставшими спрашивают, где вы находитесь? Те указывают улицу, мы на этой улице. А потом кого-то из них озарило, а в каком городе вы находитесь? Те говорят, в Днепропетровске или в Киеве, я не помню. А братья говорит, а мы в Одессе ищем. То есть, бывает, мы в одни и те же понятия вкладываем в разный смысл. И вот тема, да, я уже сказал, это организация жизни церкви в условиях пандемии и карантина. Друзья, мы с вами должны организовывать жизнь или созидать жизнь церкви. Жизнь — это содержание. А как это содержание оформляется, как оно происходит, во многом зависит и от нас. Христос создал церковь, и врата ада её не одолеют. И как мы устраиваем эту жизнь, как мы её ведём, это во многом зависит и от нас. Итак, что мы имеем в виду, когда говорим о пандемии? Пандемия — это, с греческого буквально переводится, как «весь народ». Пандемос. Весь народ. То есть, это высшая степень развития эпидемиологического процесса, эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира. Друзья, нередко я сталкивался, может быть, и вы, кто-то и так и думает сейчас, я сталкивался с таким мнением, что, говорят, такого ещё не было. То, что происходит сейчас, это впервые в истории церкви такого ещё не было. Это не так. Далеко не так. Друзья, например, я такую краткую выписку себе сделал о пандемиях. История пандемии. Например, известная в мире так называемая Юстиниановая чума. Это 600-е годы нашей эры, уже период, когда христианство было государственной религией в Византии. В этот период разные исторические источники немножко указывают разные данные, потому что трудно иметь статистику более-менее адекватную, но около 100 миллионов людей умерло от чумы. В общем, историки разнятся в цифрах, но едины в пропорции, что 50% населения Византийской империи умерли. То есть каждый второй житель Византии умер. Это была чума, это была пандемия. Причём не только Византия, она охватывала другие регионы. И количество жизней унесённых просто ошеломляет. Друзья, ещё вспышка похожей чумы. В 1300-х годах она была и с Азии, и мигрировала в Европу, и потом и на славянские земли пришла. В Европе в 1300-х годах умерло около 34 миллионов людей. Это по пропорции где-то одна треть населения Европы умерла. Умирали целые города. Кстати, этот период знаменуется тем, что многие христиане, многие церкви показали признак или пример героической самоотдачи, самоотдачи, саможертвенности, самопожертвования ради ближнего. И последними из городов уходили христиане, уходили верующие, уходили люди, посвящённые Богу, потому что они видели, что в этом призваны они служить в данных условиях. Третья такая пандемия чумы – это конец 1800-х годов, начало 1900-х годов. У нас в Одессе есть большое захоронение, в центре почти что города уже называется чумка. То есть тоже за каждой этой пандемией, я не привожу цифры, но десятки миллионов, в некоторых пандемии сотни миллионов людей умерших. Только от оспы по данным 20 веке умерло от 300 до 500 миллионов людей. Друзья, холера, тиф, туберкулёз, малярия – за каждой из этих болезней или эпидемии, и в некоторых случаях это были пандемии, уходили десятки миллионов человеческих жизней. По данным ВОЗ, каждый год от сезонного гриппа умирает от 250 тысяч людей. Это минимально. Есть года, когда умирает миллион людей от сезонного гриппа и их мутирующих штаммов, мутирующие, как, например, известные нам птичьи, свиной и прочие виды гриппа. 500 тысяч в среднем каждый год умирает людей. Итак, друзья, есть многие другие. Это просто для того, чтобы у нас было более-менее адекватное видение ситуации. Что касается нынешней пандемии, у меня статистика, она есть доступна, можете открыть её, посмотреть в публичном доступе. На каждый день я готовил на 11 число, 11 декабря, у меня статистика, за 10 декабря 2020 года всего заражённых 70 миллионов 509 тысяч 685 человек. Смертельный исход – более полтора миллиона. Выздоровевшие 49 и более миллиона. И болеют 19, почти 20 миллионов. В процентном соотношении динамика смертности, она, в принципе, не меняется. Это 2,2% населения. Такой смертный порог или смертный коэффициент смертности в этой пандемии, в которой вошли мы. Друзья, карантин – это комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица или группы лиц. Друзья, то есть карантин – это ограничение, связанное с тем, чтобы как-то предотвращать эту эпидемию. Говорится ли в Библии что-то о эпидемиях и пандемиях? И говорится ли в Библии что-то о изоляции и самоизоляции? Конечно, говорится. Мы, читая Библию, знаем, что Левит 13-14 глава подробно регламентирует, как надо относиться к зараженному, больному человеку, который переносит заразную болезнь. В данном случае речь идет о проказе. И там описывается подробно, как надо проводить изоляцию, самоизоляцию или изолировать больного общества. Друзья, но те даже цифры, которые я привел, они показывают, что то, что происходит сейчас… Некоторые люди так говорят, я сталкивался с таким мнением, «Ты веришь в эту болезнь? Ты веришь в болезнь?» Я понимаю, что в болезнь верить не надо. Верить надо Слову Божьему. А к болезни надо относиться как к реальности, как к неблагоприятным последствиям грехопадения. А верить или не верить в нее не надо. Надо относиться здраво. У нас в церкви болели люди, были таких несколько волн, на которые мы должны были реагировать. И как-то один брат так сказал, если бы у нас этого не было бы, мы были бы герои. А поскольку сейчас есть, тогда все. А другой брат говорит, нет, мы должны быть не героями, если мы должны быть здравыми. И в условиях, когда нету и когда есть, наша позиция должна быть здравой. Друзья, и вот это первая мысль, как мы видим происходящее. С каких установок, с каких позиций, с каких точек зрения мы смотрим на происходящее. Пусть Бог может как служителям, как людям, участвующим в жизни церкви, участвующим в организации жизни церкви, заботиться, чтобы наши позиции были здравыми. Чтобы наши позиции прежде всего были библейскими. Потому что в наш век информации и манипуляций информации очень легко поддастся этим манипуляциям. Учитывая даже простую статистику, сухую, мы видим, что информационная кампания, вызванная этими болезнями, переживаниями, она явно превосходит тот уровень процентности и опасности, который есть. Хотя он есть, и это факт. Один из лидеров мировых держав так сказал, лекарство не должно быть хуже самой болезни. Мне понравилось это высказание, оно очень много о чем говорит. Лекарство не должно быть хуже самой болезни. Предположим, если кто-то взялся лечить насморок, и это привело к остановке сердца, то это неэффективное лечение. Надо думать, что ты делаешь и зачем. Друзья, наше призвание быть верными Богу и угодными Ему в домостроительстве церкви. И наше призвание такое от создания церкви. И до момента нашей встречи с Богом мы должны быть верными Богу и угодными Ему в домостроительстве. Это наша с вами задача. На это мы должны быть ориентированы. Да, мы должны учитывать нашу данность, наши обстоятельства, переживания, но наш ориентир – это быть угодными Богу и верными Ему, и угодными в домостроительстве. Некоторые особенности наших обстоятельств. Я обращу внимание, может, только на две особенности, которые отметил из наших обстоятельств, которые вошли мы с вами. Во-первых, разные положения единой церкви. Так я отметил, разные положения единой церкви. Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, они немножко по-разному сказываются на церквях. То законодательство, та заболеваемость, та настроенность общества внешнего по-разному сказываются в тех церквях, в которых мы находимся. Допустим, кто-то находится в церкви, где 100, 200, 300 членов, и в городе большом. Здесь больше чувствуется проблема. Церковь, где 10 членов или 15 в селе, они меньше, скорее всего, ощущают эту проблему. И из-за этой разности у людей может возникать какой-то диссонанс в взаимоотношениях. Кто-то говорит, что я герой веры, а вы боязливые и неверные. Кто-то наоборот. И вот это вот, друзья, то, о чем я говорил, цитируя слова Иисуса Христа, наблюдайте за собой. Прежде всего, мы должны наблюдать за собой, за нашими отношениями, за нашими братскими отношениями, за созидательностью межцерковных и церковных отношений. Еще древние так называемые отцы церкви говорили, что в церкви мы должны в главном быть едиными, во второстепенном свободными. То есть надо различать. И часто из-за этой подмены возникают проблемы, возникает ненужное напряжение, огорчение и всякое неустройство. В связи с этими карантинными ограничениями возникает напряженность, во-первых, в самой церкви. То есть в самой общине может возникнуть напряженность. В чем она может заключаться? Кто-то боится заболеть и боится прийти. Кто-то родственники его не пускают или неверующие родственники восстают. И сам человек боится заболеть. Кто-то боится заразить и тоже какие-то страхи. И в собрание прийти не хочет, и где-то приветствоваться не может и прочее. Как быть в этом? Просто кто-то оказывается в смятении, в страхе, в переживании, в недоумении под этим информационным шквалом. Как понимать правильно? Друзья, и мы должны это понимать. И понимая, здесь стоять на страже. По этому поводу хочу процитировать 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Апостол Павел так сказал. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Если где-то сколыхнуло внутри церковную жизнь и устройство, эти обстоятельства, мы должны занимать позицию, чтобы это было к созиданию. Чтобы, как Павел говорит, утешайте, где-то увещевать надо, где-то надо, может применять какие-то меры, но в итоге все к созиданию должно быть. Чтобы не было здесь разделения. Учить надо любви. Иногда у нас в церквях, может быть, я служу по нашей церкви, может быть, у вас не так, но не совсем разработана этика или учение, как правильно проявлять любовь к ближнему в контексте болезни. Левит, я цитировал или ссылался на 13-14 глава, там регламентируется, как правильно себя вести. У нас иногда возникают проблемы, когда человек заболел и заболел болезнью заразной, он идет в собрание, потому что хочет иметь общение. В общем, желание хорошее. Но по любви ли он поступит, если он идет, зная, что он заражает своих ближних? Думаю, что нет. И по Писанию правильно, если бы он имел понимание сам воздержаться. Если я заболел, и я причиню своей болезнью ближнему или многим ближним неприятности, из любви я где-то ограничиваю. Любовь должна выражаться и в других. Допустим, если пришел брат, и он немощный, и заболел, то я не должен от него, как от прокаженного, шарахаться или убегать, или создавать проблему, как иногда делают из-за этого. Но я любовью должен покрыть и эту немощь. Я здоров, я готов даже и заболеть, но любовью это покрыть. Второе. Напряжение может возникать с окружающими людьми, с внешними. Поскольку церковь это не закрытое сообщество, она призвана взаимодействовать с людьми окружающими и призывать ко спасению, то вот эти обстоятельства, которые мы вошли, они где-то вызывают напряжение из внешними. Нас могут обвинять, что вот вы собираетесь, вот вы разносите болезнь, и вроде бы мы хотим людей привлечь к Богу, но в этих обстоятельствах возникает определенное напряжение. Первое послание Петра, вторая глава. Так Петр говорит, я думаю, что я понимаю, что это уместно к этой проблеме. Вторая глава, 11-12 стих. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотких похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Друзья, действительно, мы, наверное, ощутили в той или иной мере вот эту проблему, где-то напряжение с внешними. Где-то нас вызывают власти, неоднократно и полицию вызывали у нас, и где-то полиция дежурили возле молитвного дома. Разные обстоятельства были у нас, думаю, у вас тоже. Но когда нас вызывали, мы ходили на такие вызовы, нам излагали свою позицию представители власти, мы излагали им свою позицию. Но знаете, я отметил для себя то, что они, как представители власти, они выражают свою позицию, но они спрашивают у нас, а как быть, что это такое? Они в самом недоумении. И люди внешне в этих условиях паники, они нуждаются где-то в наставлении, нуждаются в успокоении. Их опоры рушатся. И один писатель христианский так сказал, что эта пандемия показала миру, что он хрупкий, он очень хрупкий. И в это время, я думаю, что вы тоже сталкивались с тем, что люди, те, которые ушли из церкви, те, которые были около церковными, они поторопились прийти в собрание. Многих из неопределенных людей эти обстоятельства побудили взыскать Бога и покаяться, обновить покаяние и поправить свое положение. Друзья, потому с окружающими людьми тоже нужна здесь и мудрость, и мудрость с любовью созидательной, чтобы мы людей приобретали, и, как написано в Слове Божьем, добродетельной жизнью, и чтобы через нашу жизнь люди могли к Богу обратиться. И третье, это напряжение в отношениях с властями. На фоне пандемии идет процесс повсеместного урезания свобод людей. Друзья, мы видим, что по определению карантин – это ограничительные меры. Вы, наверное, все, где больше общины, вы испытали на себе какие-то запреты, какие-то угрозы. И по всему миру мы видим, это глобальный процесс, и очевидно, что идет такое свертывание, урезание свобод. Какая наша позиция здесь? Послание Ефесянам, 6 глава, 10-12 стих. Апостол Павел так говорит. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, дабы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие». Друзья, надо понимать, что мы не враждуем с плотскими властями, но брань духовная идет. И мое понимание, что группа, может быть, немощные старушки, они сильнее каких-то юридических аппаратов. Они имеют большую силу. И нам надо понимать, что наша брань не с плотью и кровью, чтобы церковь здесь правильную позицию занимала. Друзья, мы должны знать наши права. Хорошо, когда мы знаем законы. Хорошо, когда мы учитываем их. Но руководствоваться мы должны Словом Божьим. Нас родители как-то вызвали в школу, обзвонили всех родителей именно баптистской динаминации, всех жен примечательно, и вызвали на родительское собрание школьное, всех классов. Братья сориентировались и направили представителей, несколько братьев от всего этого контингента. Когда братья пришли, собрались заучи школы, заместители, и начали где-то нас порицать, ругать, вот вы нарушаете, вы не соблюдаете и все прочее, вы потенциальные разносчики. Мы уточнили, скажите, кто такие вы? Дайте определение, кто такие вы. Если вы дадите определение, и требования, они выдвинули нам дополнительные документы, дайте им для того, чтобы получить разрешение к обучительному процессу. Дополнительно подчеркну, потому что все, что требовалось, родители сдали. Братья попросили, дайте нам в письменной форме, ваши требования изложите, мы возьмем, мы дадим специалистам на правовую оценку, и вам в письменной форме ответим. После такой речи, оборот речи и стиль речи поменялся, поймите правильно, друзья, мы просто попросили, если у вас получится. Хорошо, мы так и отметим, если получится. То есть где-то злоупотребляют своей властью, где-то нарушают закон. Друзья, мы должны знать правый закон. Но я бы не хотел, я считаю, неправильно, если церковь занимает сугубо мирскую правовую позицию. Им надо пользоваться, как пользовался Павел. Но все-таки наше право и наша сила, и наша власть, и брань наша, она не против плоти и крови. Друзья, формы и методы организации жизни церкви в условиях пандемии. Некоторые формы и методы, с которыми пришлось сталкиваться, иметь опыт или видеть. Друзья, когда мы не могли собираться, в церкви у нас было две такие волны, когда заболеваемость в марте месяце, заболели несколько семей одновременно, и мы не могли собираться, не могли даже в силу того, что видели, что люди болеют и ограничили сами себя. Как можно проводить? Какие возможны формы проведения? Как в церкви быть? Потому что многие церкви, я знаю, и в местности, и у нас, и у вас, не зная, кто-то с крайности к крайности удуряется, кто-то в панике, закрыли молитвный дом, и все, и боятся друг друга видеть и поприветствоваться. Это ненормально. Я считаю, что эти обстоятельства, связанные с пандемией, с коронавирусом, это своего рода экзамен для нас. Экзамен, который, может быть, мы где-то сдали, где-то сдали не очень хорошо. Но это определенно урок, с которого мы должны сделать выводы. Выводы и уроки на будущее, чтобы применить к созиданию церкви. Какие возможны методы и формы жизни церкви в таких условиях? Во-первых, непосредственно живое общение это лучше всего. Церковь должна собираться вместе. Бывают обстоятельства, где церковь не может собраться, как выше я сказал. Возможно, деление общины на группы для проведения собраний в молитвенном доме или по домам. То есть, возможны случаи, когда делили церковь на какие-то группы, и одна из групп приходит, проводит собрание, потом другая группа, третья. Или же деление по месту проживания на малые группы и проводить собрание. Когда у нас и полиция дежурила, мы проводили собрание по домам. Вот собрание по группам, где мы можем собираться и проводили таким образом общение. Какие плюсы такого общения, друзья? Я отметил то, что, хотя прежде всего и более всего, нормально и естественно, когда церковь собирается вместе. Но не всегда это есть возможно. Какой плюс такого общения? То, что проповедуют все. Те, кто никогда не проповедовали, они проповедуют. Проповедуют довольно хорошо. И это положительно. Еще один метод – это выезд на природу или малолюдные места. Друзья, тоже практиковали такое, когда выезжали на природу, как-то раз выехала большая группа, церкви, часть церкви большая выехали. И приехали полиции, но нарушения какого-то не обнаружили. Хотя они нашли, нас на природу найти трудно, у нас рядом природы какой-то нету, километров 50-60 надо ехать куда-то. Но нашли какую-то посадку, приехали туда, и там приехали полицейские, но по закону они ничего не нарушали. Они и воздух, и все, и церковь могли иметь общение. Такой вид общения и по-своему сближает. Потому что, когда мы привыкли быть только в собрании, официальное такое общение, то такая форма общения по-своему сближает и роднит. Посещение малых групп. Друзья, мы привыкли, когда мы собираемся в собрании, здесь все устроено, все хорошо, оркестры, проповедь, и мы слушаем и потребляем. В таких условиях метод применим еще, это посещение малых групп. Есть церкви, я думаю, у нас, знаю и думаю, что и у вас церкви, где малые общины, где радуются каждому проповеднику, даже немощному, где участия нет. И хорошо, когда мы имеем возможность и такие группы посещаем. Не просто у нас карантин, мы не можем собираться, мы сидим дома, а мы ищем возможности, чтобы это христианское общение, как брат цитировал, утешиться верою общую, вашей и моею, это практиковать в нашей жизни и в тех данностях, в которых Бог дает нам возможность жить. Одна из форм – это посещение или помощь нуждающихся. В церкви есть нуждающие, и хорошо, когда церковь заботится, в это время особо обостренно реагирует на нужды церкви. Где кто болеет, где кто нуждается в материальном обеспечении, в лекарствах, в продуктах, в заботе, в топливе. Это время, когда надо быть особо повышенным, иметь бдительность и внимание в этом отношении. По эволюционному направлению жизни церкви, друзья, конечно же, намного труднее, и мы когда собрались с братьями, и брат ответственный за благовестие, отметил, что трудно, в этом году было трудно. Собрать людей трудно, хотя собирали. Пригласить в молитвный дом еще труднее, потому что люди не приходят так массово, как можно было бы это раньше сделать. Интересуются, но прийти или боятся, или не пускают. И потому братья применили такой способ, как обратились в Средсовет соцобеспечения, кто есть нуждающийся в нашем поселке. Дали семьи особо нуждающихся, и они с материальной помощью с христианской программой и евангелизацией посещают такие дома и семьи людей особо нуждающихся. И люди, когда в нужде, когда в острой нужде, им уже не страшен и вирус, и болезнь, они принимают с радостью. Также распространяют и газеты, и библиотеки, более открыто, на открытом воздухе проводят евангелизацию. Еще применяли мы такой метод, друзья, общение церкви посредством телефона или цифровой связи. Братья сразу же первое время используют приложение Zoom для конференций для большего числа людей, там платная версия, для меньшего бесплатная. И мы проводили какой-то период времени небольшой общее собрание с заранее распределенным участием семей проповедников. То есть все собирались по домам или по малым группам и проводили собрание в виде конференц связи. Семьи участвовали, дети стихи рассказывали, но в таком режиме пришлось некоторое время быть. В это время прошло серии догматических бесед, поручили брату ответственному, он проводил серию бесед о последнем времени и после каждой изложения темы мы обсуждали конференц связи, вся церковь. Многие церкви окрестные, они просились, потому что говорили с нашего же братства, у нас ничего нет, у нас все закрыли и мы сидим в вакууме, давайте, можно мы к вам присоедимся, хотя бы так будем с вами. То есть я вижу в этом тоже упущение, что неорганизованно хотя бы в таком режиме была работа в этих обстоятельствах. Еще мы приглашали гостей из Украины, из России, братья проводили тематические беседы и тоже в окончании бесед мы делали обсуждение этих вопросов изложенных, вот так проходили нас общения. Последний пункт у меня, друзья, это проблемы, с которыми приходится сталкиваться в контексте обусловленной темы и некоторые руководящие принципы решения этих проблем. Друзья, мы сталкиваемся с разными вопросами и как братья-служителя бывает, мы не имеем практики, как поступить в этой ситуации. Иногда ситуация такая, что трудно определиться. И, например, какие проблемы мы сталкиваемся в сфере отношений с властями. Думаю, что многие имели какие-то трудности, вот как правильно поступать. Участие в вечере Господней тоже много вопросов возникает и в членах церкви, и переживаний, и всяких ситуаций. Со стороны неверующих родственников, когда член церкви, он хочет идти в собрание, но там родство восстает из-за ангажированности информационной проблемы. Негативно настроенные внешние, немощные христиане, болеющие, нуждающиеся, посещение больных и контакты с больными. Друзья, много разных вопросов нас встает. Я отметил пять руководящих принципов. Чем нам надо руководствоваться, когда мы с тем или иным вопросом сталкиваемся? Вопросов будет всегда. И они будут, сколько мы будем жить? И как нам правильно на них реагировать? Я отметил только пять принципов, вы сами рассудите, может быть, с чем-то вы не согласитесь, что-то дополните. Но первое, это приоритет Слова Божьего и Его воли. мы должны, прежде всего, наша позиция должна быть, как говорит Бог, что Бог сказал в Слове Своем по этой ситуации. И чем больше мы читаем Библию, тем больше убеждаемся, что там есть ответы на все сферы жизни, на все вопросы. И наша ситуация, наше время не исключение. Потому хорошо, когда мы, во-первых, берем приоритет, это что говорит Слово Божие, вникаем в это и познавая истину, на ней утверждаемся. Второе, это здравость, трезвость и взвешенность. Хорошо, когда в наших оценках, суждениях, в выборах наших и решениях мы руководствуемся здравостью и трезвостью. Когда мы можем взвесить и обдуманно советуясь принимать решения. Третье, это посвященность. Друзья, мы должны быть посвящены. Нередко я встречал и сам где-то, когда только началась эта проблема и ты понимаешь, надо пойти посетить больного, ты думаешь, а вдруг я заболею, а вдруг я умру и все такое. Я переболел и в общем-то я не ощутил этой болезни. Кто-то переболевает трудно, кто-то очень сложно. Но вот я понимаю, для себя отметил, что должна быть посвященность. Ты посвящен, ты принадлежишь Богу и твоя жизнь, она принадлежит Богу. И если волос в твоей голове случайно не падает, то и жизнь твоя случайно не прервется. Ты принадлежишь Ему и только Ему. Одному брату так сказали, что будет, если вдруг ты умрешь? Он говорит, я вдруг не умру. Если и умру, то по воле Божьей. Друзья, и потому один из принципов наших решений, это должно быть посвященность. Четвертое, это созидательность. Мы должны принимать решение так, чтобы это созидало церковь. Для этого мы и призваны, для этого Бог нам и верил в служение, чтобы мы созидали, не разрушали, не ломали, не портили, но созидали. И пятое, последнее, это любовь. Друзья, все у вас добудет с любовью. Как часто бывают проблемы в жизни церкви, об этом история свидетельствует, когда люди правильно понимали, были очень ревностными, но разрушали и шли против Бога. Почему? Потому что любви не имели. Иисус так сказал ревнителям, вы не имеете в себе любви к Богу. Друзья, пусть Бог поможет нам, чтобы мы ставили во главу приоритет Слова Божьего, были здравы, трезвы, извешены, были посвящены Богу, озаботились о том, чтобы наше служение и решения, принимаемые нам, были созидательными, и чтобы это было с любовью. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы видели правильно происходящее, имели трезвый взгляд на то, что переживаем, то, что видим, чтобы нам быть верными Богу и угодными Ему в домостроительстве. И последнее, 2 Тимофею, 2 глава, 7 полустища, Павел так говорит служителю Тимофею, «Додаст Тебе Господь разумение во всем». Друзья, мы особенно нуждаемся и в этих обстоятельствах, чтобы дал нам разумение Господь. А написано «Додаст Тебе Господь разумение во всем». То есть, у Бога нету проблем, у Него нету что-то невозможного, у Него нету каких-то вопросов, которые Он не может переселить, Он знает все. Пусть Бог поможет нам, чтобы от Него иметь разумение во всем, от Него иметь водительство, и чтобы наша жизнь и наше служение и в этих обстоятельствах было созидательным, угодным Богу и для славы Его. Аминь. Скажите, пожалуйста, как совершать вечерю Господню во время пандемии и как относиться на запреты богослужения? Братья, я гость, я думаю, что лучше вам местным сказать. Я скажу свою позицию. Во время пандемии, во время активной фазы болезни нашей Церкви мы совершали вечерю по группам. Группы, родственники, те, которые мы и так контактируем, мы вместе. И если кто-то и заболел, то не будет. Это 15-20 человек группы мы совершали вечерю по группам, может быть, один или два раза. Были случаи, допустим, человек заболел, переболел сильно, он пришел на вечерю, семья, и пишут записку, он будет участвовать, он до конца не выздоровел, кто-то переживает. Мы попросили, и он в конце поучаствовал. Такие разные ситуации, думаю, у вас опыта больше, чем у меня, вы имеете. Как относиться к запретам богослужения? Трудный вопрос, я понимаю, что относиться надо как к запрету, но послушанием Слову Божьему. Я думаю, мы должны искать все способы. Некоторые служители, мне кажется, этот запрет воспринимали как волю Божью. Я думаю, что это запрет, но мы должны руководствоваться, как Петр сказал, кого судите нам слушать больше, вас или Бога. Запрещали ему проповедовать, но он искал способы, как волю Божью совершить. Потому, я думаю, что мы должны относиться как к запрету, но руководствоваться Словом Божьим прежде всего. Словом Божьим. Словом Божьим.